Учитель. Сколько смысла и благородства в одном только слове. В жизни каждого из нас образ учителя ассоциируется с личностью, с которой мы встречаемся с раннего детства до самого преклонного возраста. Ведь учитель – это не только тот, который умеет передать знания и умения максимально эффективно. Есть еще и те, кто пересекаются с нами в жизни в силу разных обстоятельств, выступая в роли наставника и поучителя. 1 октября. Эта дата ежегодно широко отмечается в нашей стране как День учителей и наставников. В этом году по инициативе нашего президента профессиональный праздник работников сферы решено отметить в городе Самарканде. Гостей в честь праздника со всеми почестями встретили на железнодорожном вокзале. Учителя общеобразовательных школ, преподаватели вузов и академических лицеев, а также работники детских дошкольных учреждений. Порядка 700 человек со всех областей республики. Программа праздничного мероприятия была насыщенной и яркой на впечатление. Для приехавших гостей в туристическом комплексе сил Кроуд Самарканд, завоевавшим известность как новый туристический бренд, организовали познавательную экскурсию. Новая локация поразила посетителей своей уникальностью и неповторимостью дизайна и архитектурного решения. Я горжусь своей профессией. Я очень люблю детей. Я рада, что выбрала именно эту профессию. Это моя гордость, это моя жизнь. Вся моя жизнь посвящена образованию детей. Это не только такое просветительское мероприятие, это имеет глубокую философскую, если хотите, политическую такую подоплеку. Потому что история государства начинается с Самарканда. Первый ренессат, второй ренессат, третий ренессат, который наш президент сказал, начинается со школы. Тоже в определенном смысле истоки находятся в Самарканде. Последние 5-5 лет слово учитель как-то по-другому звучит. Ему больше дали возможности работать, развиваться, показать себя. И даже наши категории, которые раньше мы ждали 5 лет, теперь можно получить полгода. И наши ученики тоже нас радуют. Поступление наших учеников больше стало. Субтитры создавал DimaTorzok